Добрый день дорогие друзья, программа тема дня, меня зовут Александр Вальдман, вы на телеканале ИТОН ТВ, а вместе со мной в нашей телевизорской студии политолог и историк Давид Адельман. Давид, мы продолжаем разговор о шестидневной войне и естественно у меня возникает вопрос. Ты в первой части нашей программы рассказывал о новых документах, которые открылись накануне юбилея, о новой информации, но вместе с тем появились публикации, в которых авторы утверждают, что победа Израиля в шестидневной войне это всего лишь удачное стечение обстоятельств. Насколько можно доверять таким публикациям и вообще-то говоря, насколько они способствуют установлению истины? Если вы помните, Черчилль говорил, что любая война это список фатальных ошибок, которые уйдут в победе. В чьей-то победе в окончательном случае. Но вообще шестидневная война, если так реально дать ей определение, было чудо. Случилось чудо, чудо, которого никто не ожидал, чудо, которое никто не планировал, в том числе в израильском руководстве. Чудо, конечно, которое подготавливалось, но учтите, что Рабин, начальник генштаба, он же недаром в преддверии войны сходит такой ступор, что у него случается никотинное отравление. Никотинное отравление это из-за того, что он курил 4 пачки сигарет в день. То есть, можете себе представить, на каком напряге он был, да? Его заменит на какое-то время его заместитель Вайцман, который скажет, что он никогда не будет вспоминать этот эпизод, если тот не будет баллотироваться премьер-министр. Ну, как только он баллотировался премьер-министром, он вспомнил ему этот эпизод, да? Но, Леви и Школь не даром пытаются отсрочить войну или избежать ее, потому что они не верят, даже генералы, даже израильское правительство, знающие собственную мощь, не верят в возможность, ну, быстрой, сильной победы, ну, некровопролитной войны, которая не источит Израиль. И вот, вдруг, получается, что, хорошо, египетские самолеты уничтожены в первые часы. Ладно, это планировалось. Но то, что египетская армия начнет бежать по Синайскому полуострову, давя друг друга, этого никто не мог планировать. Более того, если бы хотя бы половина египетских частей просто бы остались на месте, победа в Штеневрной войне, такая, которая была, была бы невозможна. Но если бы они просто остались на месте, их бы пришлось уничтожать, это бы заняло много времени, и, скорее всего, Израиль даже на это не пошел бы. Если бы не стечение обстоятельств, что после этого вдруг, неожиданно, в войну входит Иордания, когда Египет уже разбит, если бы они вошли в первые сутки, то можно было бы что-то, ну, то они могли бы на что-то повлиять или что-то сделать. Но, поскольку Египет дает радужные заявления о том, что они побеждают, что все израильские самолеты сбиты, просто, которые подлетают на Египет, сбиты, их спрашивает этот, а где же самолеты, они говорят, не, они вот это, сгорят в море, в море. Вот. И Иордания боится, что Израиль, говорит, делят без нее, вступает в войну, и Израиль получает от Иордании, легко разбивает Иорданию. И вдруг последние дни, когда Стига объявила войну, но не начала наступления, они объявили, ну, вот, но не начали наступления, приходят кибусники Кумашида Яна и говорят, давай захватим Голланы. Он говорит, зачем нам эта груда камней? А что скажет Советский Союз, а еще что-то? Они говорят, давай захватим, чтобы они на нас сверху не смотрели. Ну, попробуем хотя бы. Но никто не ожидал, что Голланы, неприступные горы, можно захватить так легко. И вот случилось чудо. И это чудо, оно плохо повлияло на израильтян. Почему плохо? Потому что у нас вдруг чудо стало критерием, нормой. У нас любую другую войну потом сравнивают с шестидневной, после этого. И поэтому все войны после шестидневной войны в Израиле считаются неудачными. Война судного дня, когда Израиль стоит просто под Каиром. Израильские танки стоят под Каиром. Когда израильские танки сумели снова отбить на Голланах большим трудом. Нет. Ее считать настолько неудачной, что и премьер-министр уходит за ставку, и министр обороны выходит за ставку. Вообще это пойдет к тому, что партия сменится у власти. Такое количество жертв огромное для Израиля. Сравнительно с количеством жертв у той стороны. Сравнительно с тем, что происходит в других войнах между теми же арабами и другими странами. У Израиля было сравнительно. Это победоносная война. Но это совсем не похоже на шестидневную войну. Значит неудачная. Ливанская война. Опять-таки операция, когда заходят, берут все что угодно. Нет, тоже неудачная. Это стоит карьере министра обороны Агелью Шарону, который потом очень долго будет возвращаться в политический верх. Иначе бы он стал премьер-министром, может быть, в середине 80-х. А любая другая израильская война считается у нас неудачной и приводит к созданию комиссии по расследованию неудач правительства. Почему? Потому что мы привыкли сравнивать с чудом. Чуда не было, значит неудача. Ну, здесь, наверное, влияет и то, что наши противники считают подобного рода операции своей победой. А, ну, смотрите, а у противников получилось наоборот. Я в 2008 году был в Каире весной. И вот мы идем по улице, и там везде вывески о том, что они празднуют. Вот сейчас происходит празднование 35-летия со дня победы Египта в войне судного дня. Теперь, у меня был первый вопрос. Во-первых, чего вдруг победа? Наши танки стояли под Каиром, да? А они никак не продвинулись. Второй вопрос был еще более интересный. А чего они празднуют весной? Война-то была осенью. Тут я понял, что они празднуют отдачу Синая, который был через несколько лет. Поэтому они связали одно с другим и объявили это победой. Для арабов, опять-таки, они тоже ведь все сравнивают с шестидневной войной. Войска не побежали, друг друга не давили. На Синайе не было катастрофы. На Суэцком канале они не тонули. Это уже победа, это уже хорошо. Насрало после Второй Ливанской войны, которая по всем критериям войны с пактизанами, которая есть, является победоносной для Израиля. А у Израиля она считается неудачной. И стоила карьеры и премьер-министру, и министру обороны, и начальнику генштаба. Насрало остался в бункере. Но вот вокруг него разбомбленный квактавр. Он сидит под развалами. Но он живой в бункере. Значит, он победитель. Он объявляет себя победителем. — Давид, еще один вопрос. Перед шестидневной войной наши лучшие друзья за границей считали, что у них все шансы победить в этой войне. На чем зиждилось их у арабов? — У арабов, я имею в виду. Зиждилось их у арабов. — Не, ну это... — Герой Советского Союза Наср об этом много говорил. — Мне объясняли российские военные. И не было никакого шанса, что арабы должны проиграть. У них оружие было на тот момент гораздо лучше, чем у израильтян. Американцы же оружие еще не давали Израилю. У них оружие было лучше. У них вся техника была гораздо больше. У них все было лучше. Мы знаем этих израильских заморощенных командиров, чего вдруг они должны быть гениальными стратегами. Более того, когда была объявлена война, в первый день войны поэт Александр Галич, поэт Барт, написал песню, которую он оплакивал Израиль, что погибло 6 миллионов, а надо, чтобы ровно 10. Поэтому вот еще 4. Сейчас уничтожат Израиль. Это была страшная песня. Он написал ее, уехал куда-то, стал пить через два дня, когда пришел в себя, включил радио и узнал о победе. Вот это, в принципе, чудо, оно и есть чудо. Спасибо огромное. Всего самого доброго. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова